Каждый персонаж начинает с двумя талантами, соответствующими его расе, и одним очком для распределения на свое усмотрение. Первые очки талантов даются вам на первом и третьем уровне, а дальше через каждые пять последующих. Получается третий, восьмой, тринадцатый, восемнадцатый, двадцать первый и так далее. Этот вид спецнавыка формирует и определяет ваш билд, что напрямую влияет на ваш геймплей. А потому подходить к его выбору необходимо очень обдуманно. Начиная со второго акта, все параметры персонажа можно будет поменять, но в первом акте без подключения модификаций сделать этого нельзя. В связи с этим, выбор первых двух талантов сравним с первой любовью вашей жизни. Очень интригующе, захватывающе, однако порой остаешься разочарованным. Так вот, чтобы не разочароваться, я помогу вам разобраться в особенности этих спецнавыков, так сильно влияющих на наше возбуждение в игре. Всего существует сорок шесть талантов, если не ставить дополнительные из мешочка с подарками. В этом видео я разберу только стандартные, так как с модификацией любят играть не все. Напишите под видео, требуется ли сделать еще одно подобное видео по оставшимся талантам из подарка. Из этого многообразия к концу игры вы можете выбрать всего пять талантов. Нет, 21 уровень конечно не предел, качаться можно и дальше. Но как показала практика, игра заканчивается раньше, чем вы успеваете получить шестой талант. Так вот о выборе. Большинство этих спецнавыков из всего списка не будут вами использоваться, даже если вы пройдете игру несколько раз. У них слабый показатель КПД. Я не скажу, что эти таланты полностью бесполезны, но даже если создавать билд исключительно на них, то профита по сравнению с другими выходит крайне мало. Чтобы вам было понятнее, я составил тирлист из шести классификаций. Также можно наблюдать цветовую аналогию с предметами из игры. Вот как выглядят эти категории. Зеленые самые мусорные или низкопрофитные. Как вам удобнее. По аналогии с зелеными вещами в игре. Синие ситуативные. Могут быть полезны в некоторых специфичных билдах. Фиолетовые особые или узконаправленные. Еще их можно назвать аналоговыми. Бордовые, как я их назвал, не без изъяна. Этот раздел подразумевает, что данные таланты очень хороши, но имеют один или несколько недостатков, из-за чего не дотягивают до S тира. И собственно самые лучшие желтого цвета. Идеальные таланты, имеющие высокий показатель КПД. И в отдельной группе находятся уникальные навыки, которые получить могут не все. Вот собственно с них я и начну. И открывает данный список уникальных талантов «Надежный сопартиец». Данный нулевой спецнавык открывает перед вами возможность подбирать игроков к себе в партию из числа наилучших. Хорошо подходит практически всем фанатам Девинти Ориджилл Син 2. Крутость этого таланта в том, что он абсолютно халявный, дается сразу, как только вы пройдете по ссылке в описании в особой сообществе ВКонтакте по данной игре. Для его получения необходимо нажать на заветную кнопку «Подписаться». А для его максимального профита необходимо начать использовать заклинание «Опубликовать сообщение на стене». Сразу после каста начнется призыв в ваши ряды новых сопартийцев. Ждать долго не придется. Это одно из самых лучших, наверное даже единственных сообществ ВКонтакте, с таким богатым многолетним опытом по Девинти Ориджилл Син 2. Здесь вы найдете огромную базу игроков, с которой вы можете начать или продолжить уже существующий сюжет. Присоединяйтесь к этому сообществу, и да пребудет с вами божественность. Одаренность. Отличный навык, дарующий всем людям или нежити человеческой расы, 5% шанс крита и 10% к множителю крит урона. Один из самых сильных уникальных талантов, позволяющих построить отличные билды на критах. Подойдет практически всем, однако выбрать его можно, исключительно играя за расу людей и никак иначе. Бережливость. Еще один человеческий спецнавык дает плюс 1 к обмену. Мирные умения. Если в вашей пати имеется лишний персонаж-человек, которым вы не хотите играть, можно превратить его в торговца, который будет стоять на площади и продавать всякий хлам прямо из ваших рюкзаков. Древние знания. Один из двух спецнавыков, который доступен исключительно расе эльфов, дает плюс 1 к знанию легенд. Этот мирный навык требуется для распознавания неопознанных предметов или осматривать параметры ваших противников. Сам по себе скилл весьма полезен, но ради него выбирать данную расу я бы не стал. Трупоед. Второй спецнавык эльфов. Позволяет поглощать плоть умерших, чтобы получить полезную информацию их воспоминаний. За счет этого навыка можно раздобыть некоторые полезные умения, таланты и заклинания, или несварение желудка и плохой аппетит. Гномия хитрость. Слыхали, что хоббиты очень скрытные? Но так вот в мире Ревеллона гномы такие же отличные маскировщики. Получается плюс 1 к скрытности. Это мирное умение практически никто не использует, хотя сама скрытность применяется в игре постоянно. Чаще всего перед боем или наоборот, чтобы избежать лишние драки. Надежность. Также гномы Ревеллона очень жирные и юркие личности. Талант добавляет им 10% к максимальному здоровью и 5% к уклонению. В сочетании с талантами здоровяка и нестабильности может подорвать весь континент. Волшебная песня. Плюс 1 к убеждению. Эта способность пригодится при прохождении сюжета, а ящеры имеют предрасположенность к убеждению. Политики, интриганы. Балабола, одним словом. Утонченность. Не понимаю, почему перевели этот талант именно так, но поднимает он не харизму или красоту ящеров, а резист к огню и яду на 10%. Нежить. Замечательный талант, превращающий вашего персонажа в андеда. Все лечение против вас становится смертельным, а яд и отравление восстанавливают здоровье. Делает вас невосприимчивым к эффектам кровотечения и удушья. Поднимает резист к яду сразу на максимум, до 200%. Однако скрываться вам придется получше, чем хоббитом, ведь все горожане, увидев вас, схватят в руки виллы, пакелы и копья. В общем, голышом после ванны уже не походишь, иначе рискуешь оказаться в своей родной могиле раньше времени. Второй талант нежити будет определяться той расой, к которой ваш персонаж относился при жизни. Нежить человек получит одаренность, нежить эль в трупоеда, нежить гном – надежность, нежить ящер – утонченность. Разумеется, расовая способность будет от нежити, притвориться мертвым. Но маска Фейна в данном случае работает иначе. Превращая вашего мертвеца в одну из рас, она имитирает жизнеспособного персонажа и наделяет вас их расовыми навыками и талантами. Глубокие корни – особый талант, дающий плюстерик памяти, однако получить его может исключительно Сибиро за выполнение своей сюжетной линии, да еще и строго определенным способом, сохранив жизнь древа матери эльфов. Друг животных – возможно, вы удивитесь, но да, этот талант я поместил именно в список уникальных. Причина проста – это единственный талант в игре, который создавался в мирных целях. Он никак не применяется в бою. Этот спецнавык всего-навсего позволяет вам понимать, что говорят животные и дает возможность получить доступ к отдельным квестам в игре. Если вы хотите пройти игру и получить максимум сюжетного контента, тогда это ваш выбор. Больше о нем сказать нечего. Волк-одиночка. Если в прошлом варианте удивление было легким, то в этом случае, наверное, охренели очень многие. Ибо да, талант волка-одиночка тоже выделен в отдельную группу уникальных спецнавыков. Здесь мне придется объяснить свое решение детально. Причин очень много. Однако я расскажу только об основных. Во-первых, этот навык работает только, когда в вашей пати не более двух человек. Бытует мнение, что в группе из трех-четырех человек им пользоваться не получится. Это правда, но не до конца. На самом деле, можно создать даже четыре и более волков-одиночек. У большинства игроков Trinity Original Sin 2 понятие «пати» ограничено количеством играющих людей. А чтобы разгадать мою фишку, необходимо выйти за рамки этого стандартного понятия. В прямом смысле слова «выйти». Ваша команда – это те люди, которые находятся в вашей группе. Если выгнать из нее лишнее количество, то группа из четырех человек превратится в два маленьких состава, по два персонажа в каждом. В данном случае талант начинает работать так же, как и обычно, деля всех четверых мегасилищей. А чтобы создать больше четырех волков, уже потребуется подключение отдельно взятых модов, которые позволяют играть в большее количество игроков. Применив эту фишку в пати из шести человек, вы сделаете три мелкие группы по два в команде. Но здесь надо учесть, что опыт с квестов будет идти только той группе, которая их выполнила, а опыт с боев будет делиться только на те группы, кто непосредственно принимал участие в этих сражениях. Вторая причина еще проще. Этот талант слишком сильный. Пройдя игру множество раз, я не испытывал трудностей, играя одним персонажем без волка-одиночки. Большая часть боев проходится очень легко, если грамотно построить свой билд. А играя волками, вы превращаете эти бои в бойню, избиение младенца в лютой форме. Один такой боец спасили райвен двум с половиной обычных. Волк-одиночка удваивает все полученные качества и боевые умения, а также добавляет два очка действия и 30% здоровья от имеющегося. На 13 уровне у персонажа без этого таланта имеется 14 очков боевых умений. Он может позволить качать себе одну школу на максимум и взять парочку вспомогательных на 2 единицы. Это если сравнивать без вещей. Одиночка к этому моменту может прокачать полностью две школы и будет добивать до максимума уже третью. Он может позволить себе вкачать восприятие для первого хода и крит шанса, и при этом не потерять в уроне за счет основного атрибута. В общем, как ты посмотри, а это очень сильный и имбалансный талант для такой простой игры, где и без этого полным-полно сломанных механик. Третья причина размещения таланта в уникальный раздел в простоте. Игра волками превращается в казуальное прохождение на пониженной сложности, какую бы вы сложность не выбрали при этом в самой игре. Нехватка эпичности в боях быстро надоедает и превращает их в однотипную рутину ваншотов первые два хода. Считайте, что вы подключили изи мод. Вот это основные три причины, почему я не стану показывать билды, построенные на волках. Вы сами можете выбрать любой мой билд и заработать его на свое усмотрение, заменив один из указанных талантов этой сломанной механикой. Получится все то же самое, только в 2,5 раза сильнее. С уникальными разобрались? Перейдем в следующую категорию. Тирди включает в себя таланты с наихудшим КПД. Их применение в большинстве случаев не оправдано, а их выбор сложно обосновать на фоне других сильных спецнавыков. И этот список начинается с запашка. Вонючка, такой же как и свое название, уменьшает отношение неписей на 25 единиц и вероятность атаки по вам всего на 15%. Однако даже играя в команде, искусственный интеллект все равно чаще всего действует по уже вложенному в него алгоритму и выделяет цель наиболее приоритетный ту, которая слабее всех по показателям брони и жизни, что приводит этот талант по сути в нерабочее состояние. А вот отношения он все же портит. Ну в общем мусор. Демон и Ледяной Король. Талант демона увеличивает резист к огню на 15% и его максимальный показатель на 10%, но снижает к воде на такое же количество. Ровно противоположное творит его антипод Ледяной Король. Могут быть использованы для построения билдов на этих резистах. Однако, это настолько ущербный вариант по сравнению с талантом Гурмана, который с одного зелья поднимет вам абсолютно все резисты, сразу на 100 или 150%, или даже один из резистов путем выпивания нужного зелья, которых в игре полным-полно, да и выбирать такой талант за место других более полезных, в общем очередной мусор. Изворотливость. Позволяет избежать атак по возможности. Для тех, кому непонятна формулировка, скажу проще. Отключает у врагов талант-оппортунист. Этой способностью наделены практически все неписи ближнего боя. От монстров до людей. Вроде что плохого избежать их атаки. Да вот только за все время игры я понял, что существует огромное количество других альтернатив, как можно избежать этой атаки. Блинки. Невидимость. Уклонение. Навесить свой контроль. Бойцам ближнего боя и вовсе отходить не нужно. А в сочетании с аковами боли можно и вовсе заставить врага нанести урон самому себе. Да и не всегда этот урон страшен, а потому очередной мусор отправляется в корзину. Мастер уклонения. Даст вам 10% к уклонению. Но только при использовании двух оружий одновременно. Уклонение в игре само по себе сомнительный параметр. Причину такого вывода можете посмотреть, перейдя по ссылке на мое видео, где я разбираю параметры персонажей каждой по отдельности. Если получать бонус к вороту, то только через гурмана, навык или предмет. При использовании такого уклонения забудьте. Мастером Хакаги вам не стать с подобным мусором. Партизан. Добавляет 40% урона от атак и скрытности и удешевляет уход в саму скрытность на 1 очко действия. Сам по себе талант неплохой и может добавлять немало урона, особенно на поздней стадии игры. Но у него очень много недостатков, а потому он в этой категории. Сразу поясню, что невидимость и скрытность это разные механики. Также он не работает с навыком лучника снайперский выстрел, который увеличивает уроны скрытности на 50%. Для входа в скрытность в бою даже с удешевлением от таланта вам придется потратить 3 очко действия. А если вы ближник, то скорее всего придется еще и подойти. В некоторых случаях подойти не выйдет из-за красной зоны вражеского обзора. Работает он только на первую атаку, так как после нее скрытный режим сразу спадет. А если в бою попытаться уйти в хайп, чтобы в следующем ходу нанести больше урона и скрытности, имеется высокий шанс быть раскрытым одним из врагов случайно залетной красной зоной. В итоге весь талант сводится к тому, чтобы одним персонажем войти в бой, а остальными по очереди и скрытности наносить урон в спину. Получается, талант придется брать и остальным членам группы. Мало кто захочет действовать по такому принципу постоянно, и потому данный навык помечается как очередной бесполезный мусор. Пиявка. Один из самых ущербных талантов в игре, приносящий больше вреда, чем польза. В своей самой первой игре мы с женой выбрали его на старте, и уже даже являясь новичками, поняли в чем его минусы. Он жирает кровяные поверхности, подлечивая вас. Но само лечение небольшое и зависит от площади, покрытой этой кровью. Чем ее больше, тем сильнее лечат. Однако, кровь очень часто используется разными билдами в других целях. Лушники делают кровавые стрелы для усиления физдэмэджа. Некроманты стоят на крови, чтобы уменьшить стоимость своих заклинаний, и применяют площадные заклинания, где тоже требуется кровь. Также можно использовать заклинание кровососа, работа которого схожа с самим талантом, но поддается вашему контролю. Призывателям кровь требуется для вызова кровяного инкарната и тотемов. Зачастую некроманты и призыватели вынуждены проводить подготовку к бою, разливая лужи крови. А какой-то петух способен проглотить всю поверхность разом, даже если у него не хватает всего одного хп. Я бы после такого самолично задушил бы эту зверину, чтобы выжать из нее все, что он всосал. Зла не хватает на такую скотину. Проводник стихий. Один из самых недоработанных талантов в игре. Сперва думал, что неплохо подойдет лучшнюю бумагу для увеличения мага урона, и даже поместил его в категорию Си. Однако тщательные совместные тесты с наблюдателем дали нам понять, что талант максимально бесполезен. Разработчики как будто очень сильно торопились и, не доделав до конца, сказали «Ай, бей хрен с ним, стреляй таланно, остальное забей и так сойдет». Тесты показали, что этот навык не работает со специальными стрелами лучника, не работает со скиллами и влияет только на автоатаки. При этом срабатывает тоже через раз. Бывает, почему-то поверхность не учитывается. Облако пары и вовсе считается в приоритете. Когда вы раните противника, на кровь начинает вытекать из вашей цели и мужа под ноги, тем самым смывая другую поверхность, превращая ваш талант в еще больший бесполезный мусор, чем он являлся до этого. Ну а последним гвоздем в крышке гробы этого навыка является сам урон. Он наносит всего лишь половину от урона поверхности. Поясню подробнее. Если стоя на окне вы получаете 30 единиц периодического урона за ход, то данный талант с обычной автоатакой добавит всего 15. И вот зачем эти крупицы магического урона создавались в принципе, когда большинство лучников играют на физуроне? Даже лучнику магу будет выгоднее взять любой другой талант и получать с него больше пользы, чем с этого, или заменить заклинание насыщения из мастерства охоты. В общем, не допилили. Ранняя пташка. После воскрешения ваше здоровье будет полным, что уменьшит вероятность повторной скоропостижной смерти. Однако броню талант не резает, а потому никто не дает вам гарантию, что вы не помрете в цепочке очередного контроля. Во избежание подобной участи лучше всего подлечиться большим флаконом хп и восстановить оба типа брони зелиями и навыками, а после уйти в невидимость, чтобы переждать ход в безопасности. Навык совсем не бесполезный, он просто слабый на фоне других. Рогатка. Увеличивает дальность броска гранат на 5 метров и только. В сочетании с эмбидекстером можно сделать билд гренадера, но в целом талант считаю чисто для фаны. Закидывать врагов гранатами с другого конца карта. Бесполезно, если по-честному, потому что обычной дальности и площади гранат хватает с лихвой. Само пройдет. Я надеюсь, у вас само пройдет желание пользоваться этим талантом, а еще лучше, чтобы желание даже не возникало. Навык уменьшает длительность всех эффектов на вас, но в том числе и ваш забав. К тому же, на эффекты длительностью в один ход он не влияет. Дебафы не так сильно мешают играть, легко нейтрализуются полезными заклинаниями и зеленью. А вот потерять целый ход своего прибафа будет очень неприятно. Вот тяжелого контроля и эффектов в один ход он и вовсе не спасает. Вот и смысл от него. Больше вреда, чем польза. Собранность. Повышает число очков действий и максимально возможно их количество на одну единицу в тот момент, когда вы уже почти сдохли, и это одно очко действий вас уже никак не спасет. Некоторые умудряются специально выходить в бой с низким здоровьем, чтобы получить выгоду от таланта, при этом совсем забывая про колющий урон. К тому же, в затяжных боях придется думать о выживании в тот момент, когда останетесь без брони. Практически это кредит, потому что работает по похожему принципу, как бомба замедленного действия. В начале боя, взяв кредит у своего здоровья, по итогу придется расплачиваться еще большим количеством очков действий. Если ваш стартап прогорел, то выжившие коллекторы взыщут с вас все проценты, которые вы им только задолжали. Если вражескую ставку разбить не удалось, то придется тратить следующие очки действий, свои или даже союзников, на лечение или даже воскрешение. Вот и получается, что применять данный талант выгоднее всего именно по такому принципу. Но мало кто хочет балансировать на лезвии ножа, и каждый пытается выжить, начинает использовать лечащие заклинания и зелья. В итоге талант перестает работать, а потому стоит честная пометка бесполезного мусора. Перейдем к следующей группе. В Тирице дела обстоят уже получше. Здесь собраны ситуативные навыки, которые можно применять в некоторых билдах. Они, как правило, узконаправленные и не самые популярные, однако вполне играбельны. Я бы еще назвал их фановые, и данный список открывает талант Амбидекстер. Позволяет снизить стоимость использования гранат и свитков, если в вашей левой руке нет предмета. Бытует мнение, что для этого требуется ходить только с одноручным оружием без щита. Однако это не так. Данный талант как раз таки лучше всего подходит тем, кто использует двуручное оружие. Арбалеты, луки, двуручные мечи и палицы, а также посохи. Этот вид оружия хоть и занимает обе руки, но активно считается правая, а левая рука свободна. Кстати, данный талант лучше всего подходит лучникам и магам, чтобы с большого расстояния добавлять своего типа урона, если не брали много памяти и заклинаний не хватает. К тому же есть очень полезные гранаты. Например, стрясающие накладывающие нокдаун по площади, или ледяная с шоковой, замораживая, глушая врагов. Граната любви или ужаса – еще один вид тяжелого контроля. Святая граната для лечения союзников или урона по нежити. Касательно свитков, то некоторые из них станут для вас более привлекательными. Например, свиток воскрешения союзника будет уже не такой сомнительной роскоши, а вполне доступной опцией. Так что талант вполне играбельный. Дальнобойность – увеличивает дальность заклинаний и свитков, и что логично, не работает на навыке ближнего боя. К примеру, может использоваться, когда надо воскрешать союзников прямо из толпы, а подойти ближе и не попасть в бой не получается. Еще самую малость сослужит служба заклинаниями с низкой дальности. В остальном весьма спорно, ибо дальности в 13 метров у большинства заклинаний хватает с лихвой. Живчик – данный навык весьма сомнительный. Не работает с нестабильностью, не работает с ранней пташкой, но может сработать дважды в совокупности с идолом возрождения. В редких случаях может спасти шкуру, не дав умереть после атаки неписи, оставив чуточку хп. Вот только этого здоровья, как правило, уже не будет со следующим вражеским нападением. Иногда все же спасает шкуру, если у врага не хватило очков дети, чтобы вас добить, а потому совсем бесполезно назвать его не могу. Но тратить очко таланта на него не советую. Если и пользоваться им, то только получив в качестве пассивки от стильного капитанского комплекта. Мастер побега. Позволяет сбежать из боя, даже если находитесь в толпе врагов. Лично у меня было дикое желание дать этому таланту пометкой очередного мусора. Однако я не могу отменить наличие новичков, которые в попытках пройти игру на доблести могут запороть свой сейв по неопытности. Ведь в критической ситуации не каждый знает, как ему действовать дальше, и все, что остается, прожать кнопку побега. Но она может и не сработать, если враги будут слишком близко. А потому я дал шанс этому навыку и поместил его в Тир Си, как строго ситуативный и нубский скилл. Собиратель стрел дает 33% шанс вернуть особую стрелу. По сути, талант ограничен с категорией Ди, как и предыдущий. Но если играть магическим лучником на расходке, может сослужить небольшую пользу чисто в плане экономии. С низким коэффициентом закончили, пора перейти к среднему. Тир Би включает в себя особый вид талантов. Альтернативный, как еще их можно назвать. Если ваш билд начинает полноценно функционировать ближе к середине игры, а такие бывают, то до этого момента можно выбрать таланты из списка аналоговых, которые на это время составят отличное подспорье. Или, если надо, быстрее разогнать некоторые качественные школы. Эти таланты также отлично в этом помогут. Мастер на все руки. Даст вам одно очко к боевым умениям. И столько же к мирным. Хороший вариант для разгона призывателя, особенно через волк-одиночку, который способен уже на третьем уровне создать инкарната воителя. Такой дядя Инг способен один впрягаться за все ваши трудности. Мнемоника. Добавляет 3 очка к памяти. Удобно, когда необходимо добрать недостающих скиллов. Фактически один талант добавляет полтора уровня к вашим статам. Больше вы о нем сказать нечего. Находчивость. Добавляет 2 очка к качествам. Для тех, кто в танке, качество это сила, ловкость, интеллект, телосложение, память и восприятие. Этот талант не столь привлекательный, как предыдущие два. Но если нет другой альтернативы, то поможет в разгоне ваших статов на некоторое время. Поцелуй паука. Пожертвовав двумя единицами телосложения, взамен можно получить плюс 2 к силе, интеллекту или восприятию. Ловкости и памяти почему-то в этом списке нет. Добывается этот талант путем выполнения квеста во втором акте у Доротеи роскошной. Правда, это не все ее варианты. В этом списке можно будет еще получить всеми желанный идол возрождения, который будет воскрешать вас в случае смерти. Для этого идол необходимо носить с собой в кармане. После срабатывания его способности, тусклую фигурку необходимо зарядить свитком воскрешения. Кстати, сделать это может кто угодно, прямо в бою за 1 очко действия. А еще можно попросить любого сопартица зарядить его вне боя и закинуть его обратно к вам в инвентарь. Секреты торговли. Навсегда поднимает мирный навык обмена на 1 единицу. Получить этот талант можно съев голову Гарвана, мнимого торговца из 2 акта. Чтобы убить его без посторонних глаз, просто накормите его особым блюдом этого заведения. А потом подкраулите возле туалета на улице. Так-то его голова нужна по квесту с призраком другого торговца, которого он предал. Но если вы отомстите за него и съедите голову, душа бедолаги тоже не будет против такого исхода. Кушать голову, разумеется, необходимо в форме эльфа. С особыми навыками закончили, перейдем к самородкам без огранки. Эй-тир включает в себя таланты не без изъяна. Другими словами, это сами по себе отличные навыки, но имеет какой-то один или может два незначительных недостатка, которые не сильно мешают ими пользоваться. Начинает список Горячая голова. Поднимает ваш крит шанс и точность на 10%. Для любителей крит урона этот талант отлично подходит. Однако, недостаткового у него два. Явный и неявный. Явный недостаток в том, что работает данный навык только при полном здоровье. Любой залетный урон по вашему хп сразу выключит его, а это не такой уж и редкий случай. Неявный недостаток заключен во времени. Горячая голова хорошо дополняется, когда у вас уже есть хотя бы 20% своего крит шанса. А в первом акте столько возможно собрать только под конец этого акта. Поначалу он будет бесполезен. К тому же магам для крит урона еще потребуется талант первозданной магии. Без него магия критовать не будет. Вот и получается, что наибольший профит с этой способности получим примерно на 13 уровне во втором акте. Когда соберем побольше вещей с крит шансом, прокачаем восприятие и активируем первозданную магию, если она требуется конечно. А для оружейных бойцов выгоднее применять заклинание ярость. Пусть данный скилл и накладывает немоту, но если правильно сыграть и сделать предварительную раскастовку, то на 2 хода у вас будет 100% шанс крита, что явно выше 10. В общем талант на твердую четверку. Единство со стихиями. Сокращает затраты очков действия заклинаний той стихии, на которой вы стоите. Весьма полезный навык для некромантов, особенно эльфов, так как за счет своей расовой способности они пускают лужи крови прямо себе под ноги. Всем остальным классам повезло меньше, ведь чтобы получать этот бонус, приходится вместе с этим получать еще и урон от своей же стихии. Особенно неприятно пирамантам и аратеургам. Не имея резиста, огненная стихия бьет очень больно, а на электризованную поверхность после уничтожения вашей магической брони накинет на вас оглушение или шок, что наоборот приведет к потере очков действий или даже хода. Гидрософисты тоже недалеко ушли. Если им под ноги кинут шоковое или ледяное заклинание, гранату, стрелу, то радости будет не больше, чем у остальных. Но в целом навык очень сильный и пользы от него действительно огромны. А все перечисленные негативные последствия могут произойти с вами и без него. А потому твердая четверка в зачетку и переходим к следующему. Живой доспех добавляет вам 35% к магической броне, когда вы лечитесь. Вот этот навык поначалу я очень сильно недооценивал. Сперва мне была непонятна его формулировка. Когда разобрался в трактовке, не мог понять, почему не работает. А все дело оказалось в неправильном переводе всего лишь одного слова. Талант не добавляет, а восстанавливает. Запомните, это важно. Есть разница между добавлением и восстановлением. К примеру, каменная или морозная броня имда добавляет вам дополнительные показатели защиты, даже если ваше все еще полное. И эти заклинания увеличивают тем самым максимальное значение вашей брони. А навык поднять щиты только восстанавливает недостающие. Излишки просто пропадают. Вот так и здесь. И когда все встало на свои места, при тестах с наблюдателем мы пришли к выводу, что данный навык на самом деле весьма силен. В частности, талант будет полезен в первую очередь танкам, так как им приходится впитывать в себя весь урон, а после заниматься самолечением. Но сильнее всех от него выигрят обладатели вампиризма и носители высокого урона. Да, именно так. Некромантия будет отныне не только вас подлечивать, но и восполнять недостающую магическую броню. Практически в любом бою ваше здоровье так или иначе начнет проседать в критический момент. Магов в игре добрые половины, а значит этот тип защиты тоже будет востребован. Взяв этот талант с навыком вампиризма, вы попросту забудете о надобности восстанавливать магическую броню. За вас все сделает ваш урон. Таким образом происходит экономия очков действий, которые вы бы могли потратить на свою защиту или лечение. Данная способность отлично сочетается с навыком гурмана и даже в первом акте будет прок благодаря зельям лечения. Но все же я советую выбирать его на 8 или на 13 уровне. Тогда он раскроется во всей своей красе. Здоровяк. Отличный талант, поднимающий ваше хп на 3% за каждый уровень военного дела. Единственных два недостатка заключается в том, что на ранней стадии игры он бесполезен. Прирост очень низкий. Наглядно можете видеть на экране. А вторая причина не совсем недостаток. Просто он не всем полезен. Например, магам школа военного дела не нужна, а без нее прироста не будет. Так как таких бойцов в игре добрая половина, поэтому ставлю твердую четверку и переходим к следующему. Нестабильность. Взрывает ваше тело в случае смерти и наносит физический урон, равный 50% от вашего максимального значения здоровья. Очень сильный талант, фактически козырная карта и в последний миг, когда у вас попросту не осталось шансов, может выиграть бой. Сильная сторона заключается в том, что этот урон усиливается военным делом и может критовать от первозданной магии. А под талантом здоровяка с идолом возрождения в кармане все жердяи могут отныне не страшиться смерти. Минус только в том, что можно подорвать своих же тиммейтов. Для этого навыка отлично подойдут все любители военного дела с талантом здоровяка, также раса гномов. Есть даже особый билд напарных бойцов, которые, начиная с третьего акта, могут устроить бесконечный ход, подрывая всех врагов своими бесконечными смертями. Эта тактика настолько имбалансна, что я бы выдал за подобный абуст бесконечного хода перманентный бан в игре. Давайте наберем пять сотен лайков под этим видео и я сделаю отдельный гайд с детальным разбором этой механики. Ну или как вариант, можете помочь мне в развитии моего канала, заполнив донатную полоску по сбору средств на веб-камеру для стримчиков. Ссылка в описании. Это поможет мне достигнуть моей цели гораздо быстрее. Стеклянная пушка. Позволяет начинать каждый раунд в бою с максимальным количеством очков действий, но при этом физ и маг-броня перестают защищать вас от всех видов контроля. Хороший сбалансированный талант, однако требует от игрока знания игры. Не рекомендую его новичкам, а тем более в прохождении соло-билдами на доблести. Этот талант больше всего подходит лучнику или магам, так как позволяет держаться на дистанции от врагов. Особенно хорош в пате, когда есть кому подстраховать. Еще можно взять некроманту или призывателю. Всем остальным от этого навыка лучше воздержаться. Без защиты от контроля ваших ближников будут держать обездвиженный практически каждый ход. Сама броня у вас не пропадет, но в этом случае даже стойкость не спасает. С другой стороны, если вы хотите внести в свое прохождение в кооперативе немного хаоса и азарта, самый идеальный талант, который сделает большинство боев с непредсказуемым исходом. И последняя группа самоцветов, в которой расположены самые настоящие бриллианты Divinity Original Sin 2. S-Tier включает в себя таланты божественного происхождения. Они имеют наивысший КПД, идеально сбалансированы, имеют практическое применение в большинстве билдов, а главное, очень сильны и не имеют изъянов. И данный список начинает гурман. Усиливает действие зелий и пищи в два раза. Усиление не действует на продолжительность полученных эффектов. Вроде бы все просто и понятно, да и вообще сомнительный выбор. Однако, если начать пользоваться расходкой в игре, а ее даже без крафта по миру встречается огромное количество, то показатели вашей эффективности в бою вырастают весьма существенно. К примеру, в первом акте раздобыть нормальную броню не так уж и просто. Поднять показатели в 150-200 единиц физической и магической брони, возможно, ближе к середине острова. Да и то не всегда удается. А большие зелия под талантом добавят вам существенный прирост этой защиты. Флаконы с резистами по 50-75% ко всем стихиям выключат всех противников с магическим уроном на время действия зелия. Зелия хп можно превратить в смертельное оружие для любого босса, если предварительно накинуть на него порчу. Зелия качеств в силу ловкости, интеллекции, усложения и восприятия дают отличную прибавку во время боя. Гурман один из топовых талантов и очень многими недооценен. Советую начать им пользоваться. Оппортунист. Помните, я говорил про навык изворотливости? Так вот, оппортунист как раз таки и является той самой атакой по возможности. Эта возможность возникает только тогда, когда от вашего персонажа противник пытается отойти или пройти мимо прямо перед вами. Ваш персонаж наносит урон с руки автоматически, не затрачивая свои очки действия. Удар приходится в спину врага. Разумеется, работает только в ближнем бою с оружием. Сам по себе талант очень прост и подходит только бойцам ближнего боя. В особенности хорошо подходит убийцам и двуручникам. Для одноручника со щитом пользы особо не будет, так как этот вид оружия самый слабый в игре. Когда у сильных воинов и убийц урон с руки переваливает за одну тысячу, этот талант начинает наказывать всех врагов за их глупость. Если вы прыгнули прямо в толпу, особенно к бойцам дальнего боя, то они с большой вероятностью попытаются сперва от вас отойти и получат отличный подзатыльник. Для многих он окажется смертельным, но так устроен здешний искусственный интеллект. Палач и пешка. Эти два таланта как брат и сестра. Однако они не могут действовать слаженно, так как у них изначально разные взгляды обучения. Для открытия палача требуется выучить хотя бы на один уровень школу военного дела. Для пешки искусство убийства. Но даже выучив обе эти школы, взаимодействия между ними не будет. Эти навыки не дружат друг с другом. Возможно выбрать только один, а оба эти таланта идеально по-своему. Палач добавит вам два очка действия за добивание противника. Это актуально в каждом раунде, но не более одного срабатывания за ход. Пешка даст вам бесплатное передвижение стоимостью в одну очку действия на каждый ход. Оба таланта весьма привлекательны. Так какой выбрать? Давайте разберемся. Здесь надо учесть кем и как вы играете. К примеру, если вы играете в соло, то понятное дело все добивания будут за вами. А потому кем бы не являлся ваш персонаж, кроме призывателя, безусловно палач будет выгоднее. А если играете в команде, то надо понять свою роль. Если вы дедэшер, в переводе дэмэдж дилер, или тот кто вносит самый большой урон, тогда выбор должен пасть на палача. Если вы танк, саппорт или другой класс, кто вносит низкий урон, или больше требуется позиционки, тогда лучше взять пешку, потому что добивать вам попросту не дадут или не хватит урона. Однако есть классы, кому пешка подходит лучше, даже если это настоящие убийцы. По сути, основной класс, кому этот талант создавался изначально, это роги. И не без причины. Их кинжалы при ударе в спину наносят крит со стопроцентным шансом, даже если он не прокачан. Но враги вряд ли захотят стоять на месте к вам спиной весь бой. А потому приходится тратить одну очку действий и заходить за спину каждый раз. В итоге у вас начинается нехватка ресурсов на две полноценные атаки. Потому что каждая атака с руки и множество атакующих сквилов требует два очка действий, а у вас в каждом раунде всего четыре. С навыком пешки вы можете проводить позиционку за спину бесплатно, и у вас будет хватать на оба полноценных удара. Есть еще два класса, кому пешка тоже может сослужить службу. Хотя и под вопросом. В частности, это лучники и маги. Эти ребята тонкие, и им приходится хорошо позиционировать, держать дистанцию, чтобы их не убили. Бесплатное одно очко действия на передвижение за ход им в этом поможет. Первозданная магия. Если коротко, то ваша магия начинает критовать. Показатель вашего крит-шанса теперь влияет и на магические заклинания. Для тех, кто в танке, изначально критуют только оружейные скиллы, используя имеющиеся показатели крит-шанса. Оружейными навыками являются те, что используют непосредственно оружие, и без него не могут применяться. Это военное дело, искусство убийц и мастерство охоты. Все остальное является заклинаниями, и без этого таланта критов не будет, даже если у вас 100% шанс крита. Кстати, один момент. Бросок щита из военного дела является заклинанием, а не оружейным навыком. И ему тоже требуется данный талант. Садист. Садист улучшает, обратите внимание, только некоторые ваши эффекты, а именно те, которые написаны. Это горение, некропламя, отравление, кислоту, кровотечение, удушье и путы. Также еще написано, что помогает накладывать разрыв сухожилий и желание смерти. Но эти заклинания и так не имеют резиста и могут накладываться на любую цель без данного таланта. Да и зачем накладывать желание смерти на врага и усиливать его тем самым, пока не разобрался? Кто знает, напишите это в комментариях под видео. Интересно почитать, что скажете вы. Талант безусловно один из самых сильных, идеальный в своем предназначении. Зачастую, если посчитать, навешанные дебафы наносят урона больше, чем это удается сделать самому. Горение, некропламя и отравление неплохой периодический урон. Удушье и кислота отлично снимают физы маг броню. Если накладывать удушье через ауру вакуума, то по окончанию маг брони навык наложит на них еще и нематуру, тем самым выключив всех заклинателей. С кровотечением есть своя особая фишка. Если противник наложил на себя каменную броню, любым удобным способом накладываем ему этот дебаф и он теряет все полученные бонусы к броне. Таким способом можно лишить Джана или тролля физической брони, так как накладывают они ее очень много. Тут и вовсе является самым сильным контролем в игре. Это единственный вид тяжелого контроля, который длится 3 хода. А тяжелым он считается потому, что его нельзя снять. Не одним из имеющихся заклинаний в игре. Собрав врагов в кучу и накинув этот дебаф можно с удобной дистанции продолжать накидывать урон и не бояться ответного выстрела. По окончании действия пересадкой кожи обновить таймер перезарядки, накинуть снова и творить все, что хочется. И нужно помнить, что заклинания работают по площади. Вы можете задеть и союзников, и даже себя. Если тебе понравился гайд, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Это лучшая благодарность для любого контент-криэйтора. А если очень сильно понравился, можешь поддержать канал в развитии и помочь со сбором средств на текущую цель. Также не забудь вступить ко мне в группу ВКонтакте и в фанатское сообщество 9 Original Sin 2. Там ты найдешь много всего интересного и будешь всегда в курсе свежих выпусков, из которых в числе первых узнаешь только актуальную и полезную информацию по любимой игре. Ну а чтобы не пропустить очередное видео, жмякай по колокольчику на YouTube-канале. С вами был Биг Ден и до свежих выпусков.